В четвертом квартале 2022 года экономика Самары остается устойчивой. К такому выводу пришли участники заключительного в этом году заседания Совета по развитию предпринимательства при администрации города. Преодолевая все трудности, Самара в экономическом плане вышла на траекторию роста. За улучшающимся в этой сфере климатом следует уверенное увеличение зарплаты специалистов разных сфер. Во время обсуждения особенно отметили промышленный сектор. За 9 месяцев уходящего года средняя зарплата на предприятиях выросла более чем на 11%. Предприятиям города даже в таких непростых условиях удается соблюдать положительную динамику роста заработной платы. По крупным и средним предприятиям размер среднемесячной заработной платы у нас по 9 месяцам составил 57 тысяч рублей, еще точнее 57-121. Как отметили присутствующие, положительная динамика в сфере предпринимательства сохраняется и в отдельных районах города. Немалых успехов к концу года добился Совет по развитию предпринимательства Кировского района. Например, благодаря активному взаимодействию между администрацией и Департаментом экономического развития, инвестицией и торговли, из тени удалось вывести более 400 предпринимателей. В рамках национального проекта с дейсекции период 2022 года легализовано в сфере малого и среднего предпринимательства 431 индивидуальный предприниматель. Статус социального предприятия подтвердил один субъект. Несмотря на непростые два пандемийных года, а теперь еще и давление санкций, по многим социально-экономическим показателям Самара остается лидером среди других городов-миллионников. На обсуждении отметили, что первые позиции сохраняются, например, в количестве самозанятых. Их число постоянно увеличивается. Причем растет и количество индивидуальных предпринимателей. Положительные тенденции участники заседания отметили в сфере строительства. Так, к концу года выполнены все показатели по вводу жилья и благоустройству. Виктория Шарая, Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.